Эти загадочные кадры ошеломили всю Европу и стали предметом бурных споров. Камера видеонаблюдения у входа в магазин зафиксировала нечто невероятное. Странная вспышка света, после чего прямо сквозь стену из здания выходит некий человек в капюшоне, а потом заходит обратно. Скептиков, кричащих, что это искусный монтаж, просят обратить внимание на два факта. Бездомный, лежащий у двери магазина, в шоке уставился на человека именно в тот момент, когда он возник из стены. Подделать такое видео сложно, но второе и главное. Посмотрите внимательно на дату на камере наблюдения. Непостижимо. Но 2016 год меняется на 2019 именно в тот момент, когда на пленке появляется таинственный незнакомец. Эксперты предположили, на этом видео снят самый настоящий путешественник во времени. Точнее, как будто произошло совмещение двух времен. Но самое потрясающее, что это, возможно, далеко не единственный случай, когда люди оказывались в других временах и даже привозили оттуда фотографии. В последние 10 лет я вел кампанию «Правда», которая информирует моих сограждан в США и людей со всего мира о секретных оборонных проектах США, в которых я принимал непосредственное участие. Первый проект — «Пегас» научного центра Пентагона Дарпа. Я принимал в нем участие еще ребенком. Этот проект был связан с изучением космоса через путешествия во времени. Эндрю Дебазиага утверждает, в руках американских военных уже в 60-х годах прошлого столетия были технологии, позволяющие путешествовать во времени с помощью телепортации. В паре случаев я оказался в прошлом одновременно с самим собой. Я был ужасно испуган и обеспокоен тем, что меня разоблачат. В отличие от скачка в Гетисберг, когда я был снабжен письмом секретаря военно-морского флота Гидрона Уэллса, чтобы мне оказали помощь в случае, если я буду арестован, у меня не было каких-либо пояснительных материалов, когда я был отправлен в театр Форда. Телепорт выглядел как два кольца, в каждой форме трехметрового эллипса, расположенных на расстоянии примерно 5 метров друг от друга. Между ними возникал мерцающий занавес, который сам Тесла называл лучистой энергией. Также Дебазиага рассказал, что проект Пегас был продолжением секретного проекта Радуга, в рамках которого прошел так называемый филадельфийский эксперимент. Якобы ВМС США пытались телепортировать эсминец Элдридж в 1943 году из Филадельфии в Вирджинию за 500 километров. До сих пор ведомство официально в этом не призналось, но очевидцы говорили, что корабль был окутан зеленым туманом, после чего исчез, а потом появился вновь. Корабль действительно исчез. То есть он попал в какое-то некое пространственно-временное тоннель или пространство, и потом уже появился совершенно в другом месте, но, в принципе, не так далеко от того места, где он пропал. И самое интересное, что многие люди, которые находились на корабле, лишились разума, то есть рассказывали совершенно непонятные вещи, что они видели некий тоннель, некое пространство вокруг самого корабля, и вот части корабля, они как бы рассыпались вокруг них, то есть вот это вот пространство изменилось, и также некоторые члены экипажа оказались как бы вмурованные в металлическую обшивку самого корабля и погибли. А теперь, внимание, вот этот человек утверждает, что сам был на борту эсминца Элдридж и точно знает, что там случилось, потому что якобы он единственный выжил. Я был участником филогельфийского эксперимента в 1943-м и также секретного проекта Монток в 1949-м. Именно я с напарником повернул рубильник, который телепортировал эсминец. Альфред Белик всю жизнь был засекречен и лишь недавно, незадолго до смерти, успел дать сенсационное интервью. Он дал подробное техническое описание филадельфийского эксперимента, которое сегодня изучают ученые. Более того, он утверждает, что это было не единственное его путешествие во времени. И самое невероятное он увидел в будущем. Я прожил шесть недель в 2137 году и провел два года в далеком будущем. С 2749 по 2751 годы. Экс-офицер ВМС США говорит, что в 2137 году сильно повысился уровень мирового океана. И многие прибрежные территории оказались задокными. Вся американская гегемония и внутренняя инфраструктура рухнули. На Земле будет жить всего 300 миллионов человек, потому что произошла Третья мировая война. Между Россией и Китаем с одной стороны, и США, и Европой с другой. Затем планету охватили болезни, голод, крах правительств и финансовые системы. А также нашествие инопланетян-каннибалов, которым нравилось человеческое мясо. В итоге инопланетян все же удалось победить. В 2749 я видел технологически продвинутую цивилизацию. Она строила летающие города с домами в 2000 этажей на антигравитационных платформах. Каждый город управлялся искусственным интеллектом. По сути, огромным кристаллом. Я пополз к свету и вылез на своей же кухне, только выглядела она немного по-другому. И оказался в 2042 году. Там я встретил самого себя, но в 72-летнем возрасте. Он, то есть я, ничуть не удивился и встретил меня очень радостно. Как он вернулся обратно, Хакон не помнит. Это произошло мгновенно. По его словам, он пробыл в будущем не более четверти часа и даже ни о чем не успел расспросить самого себя, что дает ему сегодня большую пищу для размышлений. А эти кадры до сих пор не дают покоя исследователям. Только взгляните. Это документальная съемка премьеры фильма Чарли Чаплина «Цирк». Мимо входа в кинотеатр проходит женщина, которая держит руку возле уха так, как будто бы говорит по мобильному телефону. Но это же 1928 год. Давайте взглянем еще раз в замедленном режиме. Четко видно, что она не просто прижала руку к голове, а именно разговаривает с кем-то, хотя рядом с ней никого нет. Чем еще это может быть, если не мобильным телефоном? Как выглядел Иисус и был ли он на самом деле? Кажется, недавно можно было поставить точку в этих спорах. Итальянский монах Марчелло Пеллегрино Эрнетти предъявил миру прижизненную фотографию Христа. Вот этот сенсационный снимет. Шум поднялся страшно. Ватикан всеми силами пытался замять скандал. Но вовсе не потому, что ученые доказали существование Сына Божьего. Скорее всего, говорят исследователи, католические иерархи испугались, что изобретатель сфотографирует в прошлом еще что-нибудь, чего народу знать не положит. В 70-х годах прошлого века в итальянской прессе было опубликовано интервью Бенедиктинца, где он заявил об изобретении хроновизора. Этот прибор якобы мог, не перемещая исследователя в иное время, показывать и позволять снимать события любой эпохи. В качестве доказательства Эрнетти привел вот это фото. Так, например, он попал в место в Иерусалиме, где на Голгофе был распят Иисус Христос, и он сделал якобы эти снимки именно с распятым Христом. Что, в общем-то, в то время взволновало там все общество в Италии, и люди не могли понять, как это происходит, как это можно снять на фотографию, допустим, там, живого Христа. Или там Христа распятого. Пилигрин родился в 1926 году. Главным его увлечением была древняя музыка, которая исчезла в 10 веке нашей эры. Он был единственным хорошим специалистом в этой сфере. И долго возглавлял кафедру при полифонии в консерватории на Сан-Джорджо, небольшом островке, где стоит его монастырь. Хотя сфера интересов Эрнетти была огромна. Монах водил дружбу с выдающимися физиками 20 века, в том числе и с Энрико Ферми. Возможно, тот помог ему создать удивительный прибор. Пилигрин мечтал услышать знаменитую оперу Тиесть, произвевшую в Риме фурор в 1609 году до нашей эры. И однажды у него появился аппарат, позволявший не только слышать звуки из прошлого, но и видеть тех людей, которые разговаривали. Естественно, Ватикан заинтересовался этим изобретением. Он, в общем-то, сделал такой доклад в Ватикане, где присутствовало несколько кардиналов. И, возможно, сам Папа Римский был в курсе вот этого изобретения. Сам Пилигрин Айрнете больше не рассказывал о своем хроновизоре. Но потом о нем стало известно со слов американского ученого Бейрда Спалдинга, который лично присутствовал при запусках. Он стал редчайшим счастливчиком, кому тоже удалось вживую увидеть знаменитую Нагорную проповедь Христа. Но миру так и не предъявили этот аппарат. Очень скоро он был демонтирован. В 1996 году монах был убит. Чертежи хроновизора украдены, а все, кто был причастен к этому изобретению, исчезли при загадочных обстоятельствах. Сам Эрнете прекрасно понимал и не раз говорил, что сделал не просто машину времени, а настоящее проклятие человечества. По мнению экспертов, Ватикан решил, что создание такого прибора угрожает не только всем его таймам, но и секретам других властьимущих. Любой желающий мог бы узнать, кто на самом деле убил Кеннеди, были ли американцы на Луне, с кем спит сенатор и где прячут библиотеку Ивана Грозного. И это только начало. Пошатнется все, во что верил мир. Ничто не будет иметь значения, так как все, что мы знаем, сплошная историческая ложь. Ватикан, скорее всего, испугался того, что человечество узнает об истинной истории, которая была на Земле с тех времен. И, возможно, истинная история, она очень сильно отличается от той истории, которую на сегодняшний день нам навязывают официальная наука. И человечество, ознакомившись с этой истинной историей, возможно, поймет, что то, что сейчас происходит и в политике, и в разделении государств, совершенно не соответствует тем требованиям, которые, в принципе, должны бы быть на сегодняшний день. Прибор Пелегрин-эрнете, даже будучи демонтированным, послужил одной важной идеей. Ученые предположили, что если призраки и потусторонние вещи на фото это параллельные течения времени или измерения, которые соприкасаются с нами. Вот еще уникальные кадры. Камера слежения установлена на территории одного из промышленных предприятий Воронежа. Запись идет с интервалом в 3 секунды. Посмотрите внимательно, двор абсолютно пустой. А теперь в центре двора начинает проявляться странный объект прямоугольной формы. Спустя некоторое время хорошо видно, что это барак. Во дворе никакого строения нет, но оно было там несколько лет назад. Барак снесли сразу после войны, летом 46-го года. Так что же показывает камера слежения? Безраки и привидения как раз имеют общий корень с нашим обнаруженным явлением, которое мы назвали памятью поля. То есть все события, которые происходят с нами, я пока тоже не могу сказать, что все буквально ажикито-выборочные сюжеты записываются природой. Воронежский физик Генрих Силанов пришел к выводу, что многие аномальные явления происходят за пределами человеческого зрительного восприятия. В 1991 году он впервые изготовил камеру, позволявшую фотографировать в широком спектральном диапазоне. Первые же снимки показали сенсационный результат. Оказалось, можно снимать на обычную фотопленку прошлое. Обнаруженному феномену физик Силанов присвоил условное имя память поля, в дальнейшем изменив его на память пространства. Полевое какое-то воздействие сохраняется вот на данном объекте. И пленка фиксирует именно вот то, что происходило когда-то на этом месте. Так, например, он снимал бойцов Красной Армии, которые воевали в тех местах. Вот. Вот. На фотоснимках там берегов рек он обнаруживал там людей в касках, с оружием, которые, видимо, форсировали когда-то эту реку. На местах вот боев около окопов, уже заросших травой, он также обнаруживал вот и технику, которая когда-то находилась на краю, как говорится, обороны и также бойцов, которые воевали в этом месте. То есть некие хрономиражи, которые удалось зафиксировать именно на фотопленку. Однако лишь немногие знают, что секрет фотоаппарата Силанова заключается в особой линзе, которая не только пропускала широкий спектральный диапазон, но и могла концентрировать на пленке потоки времени. Помимо этого, Силанов использовал специальный генератор частот, который, по его словам, позволял пробуждать пространство памяти поля, делая его видимым. Иногда эту память поля можно увидеть и своими глазами. Ирина Кузьмина, участник поискового отряда, живет и работает в тех местах Новгородской области, где шли ожесточенные бои Великой Отечественной. Недавно ей довелось гостить в доме, где каждый вечер в определенное время начинается леденящий душу спектакль. Восемь часов двадцать минут. Вдруг начинается, как будто бы сверху идет стена воды, начинает заливать дом, и причем не просто вода, а вот идет, то есть такими волнами сливка, начинает проявляться какое-то другое изображение. Нормальный дом, вдруг исчезают стенки между комнатами, одна громадная комната, там стоят в два яруса кровати металлические, может быть, они как-то между собой были скреплены, обычная кровать, и не присматривалась особенно. А там, где конкретно я нахожусь с этой женщиной, сидит какой-то человек в серой форме, причем у него на тепке крест, и на рукаве повязка, но на ней красный крест. Обычный жилой дом превращается в госпиталь времен Великой Отечественной, причем это был лазарет для немецких солдат, и каждый раз несчастные жители наблюдали у себя дома одну и ту же картину. Вдруг начинается какое-то завывание, причем сверху как-то идет, не поняли, что же это такое, для начала, но главное, что это понял он, он вдруг вскативает со своего места, и в двух словах, если сказать, то он организовал эвакуацию, там еще какие-то солдаты, причем серая форма, явно видно, что форма вермахта, но правда без знаков различий, они значит начинают бегать туда-сюда, там с носилками выносят людей вот с этих вот коек, оказывается, раненых, все, прекрасно понимая, что это призрак, видя сквозь него, мы тем не менее ничего не можем сделать. Хрономираж продолжался несколько недель, прекратилось это так же внезапно, как началось, безо всяких видимых причин. Свидетелями невероятного зрелища стали на днях жители хорватской столицы. В небе отчетливо проявились контуры фантастического города. Эти кадры не спецэффект, а документальное свидетельство чуда. Силуэты многоэтажек несколько минут плыли над загребом, а затем скрылись за горизонтом. Эксперты уже поспешили заявить, что люди наблюдали мираж, причем не обычный, а из-за нового времени или параллельного измерения. Но самое шокирующее в этом явлении целая череда таких случаев в разных уголках земного шара. Перед тем жители города Фошань наблюдали зависший в небе образ таинственного замка. А ранее еще в одной китайской провинции из речной глади в воздухе вырос целый незнакомый город в стиле хай-тек. Одновременно его видели тысячи человек. Самые шокирующие гипотезы тайны человека. Эта книга для тех, кто хочет знать о себе, о своем теле и, конечно, о своей душе больше, чем об этом написано в учебниках. Ищите книгу в бумажном варианте или скачивайте на сайте letres.ru Когда даригат Ямалов, житель Бурзянского района Башкирии, увидел над Уральскими горами новый город, он не поверил своим глазам. На небе, словно на гигантском экране, висело изображение мегаполиса. Улицы с высотными домами, дороги и станции. Видели едущий поезд, но людей там не было. Все это было настолько странным и так отличалось от привычного, что тысячи очевидцев решили запечатлеть странную проекцию на камеры телефонов. По дороге стали идти. Ученые-скептики поспешили заявить, что на фоне гор появился обычный мираж Оренбурга, который находится на расстоянии в 300 километров от того места. И все то, что происходило в городе, просто транслировалось на горном массиве в Пашкире. Но без ответа остался вопрос, куда делись все люди с улиц города призрак. Вот когда к городу подъезжаешь к какому-нибудь современному городу, и вот издалека виден вот этот город, и у нас видение вот тоже такое же было. Настоящий город с улицами, с проспектами, с многоэтажными домами. Но просто нам показалось, что этот город не живой, не жилой какой-то, потому что никакого движения там не было. Эти снимки рассматривали местные краеведы, физики и оптики. Все они в один голос утверждали версия о мираже Оренбурга несостоятельна. Главным образом потому, что возникший в небе город был совершенно на него не похож. Фантастический мегаполис вообще не напоминал ни один из существующих городов. Оставалось одно, самое невероятное объяснение. Всех присутствующих лис, которые здесь именно принимали участие, пригласили на прямой эфир на баскетской спутнике телевидения. Там несколько человек участвовали, один из них физик. Мне понравились его слова. Он сказал, что это скорее всего параллельный мир. Скоро мы начнем общаться с этим параллельным миром. и возможно в ближайшем будущем мы и начнем там жить. Невероятный эксперимент был проведен в московской лаборатории. Доктор психологических наук Раиса Мансурова побывала в далеком прошлом. Сейчас вы увидите техническую видеозапись, которая сделана сразу же после того, как ученый покинул машину времени. Ее рассказ абсолютно феноменальный. Доктор наук попала в эпоху динозавров, и ее переполняют эмоции. Это даже не это время, это каменный какой-то век. Это те какие-то веки, это далекие времена. Потом я превратилась в ход из зверя, не пойму даже какой-то зверь. И я была вот этими дикими. Это настолько дикими, они не знали, что такое слюни. Потом это какие-то птицы были свистящие, такие звуки интересные, расставалось это вот все. Эта установка называется «Усовершенствованные зеркала Козырева». Полковник ракетно-космических войск, кандидат технических наук Виталий Правдивцев более 20 лет работает над этим проектом. По сути, это реальная машина времени, но она не переносит в прошлое, а показывает его. Сегодня у ученого есть действующая модель, и он впервые согласился продемонстрировать ее. Исследователи абсолютно убеждены, что машина времени это хроновизор. Путешественник во времени должен сесть внутрь установки и увидеть все, как в кино. И первые же эксперименты показали, что все происходит именно так. Подтверждается такивость, то есть дальновидение, получение информации из прошлого, из будущего, из удаленного настоящего. Это для нас уже даже не чудо. Иногда удается подтверждение получить, иногда не знаем, что это такое. Причем информация очень интересная бывает. Причем не только земная информация. Какие-то символы люди видят, какие-то цветовые ощущения, фигуры, какие-то существа, какие-то плазмоиды и так далее. Очень много различных. У нас большая статистика, мы все записываем. Физически Раиса Мансурова находилась внутри зеркальной камеры, полностью контролировала ситуацию и в то же время ощущала себя древним существом. Больше того, она утверждает, что говорила с его собратьями на их языке и сама произносила эти странные дикие гортанные клокочущие звуки. Получается, Хроновизор это даже не трехмерное кино, а полное погружение в реальность. Никогда бы не подумала, что я попаду в такой мир. Это даже не орел, это даже не орел, но что-то такое. Какой-нибудь птеродакт какой-нибудь. Это нечто вот такое вот. Ты несешься сначала, а потом уже перешла, но какие-то были звуки, это надо было записать, а дальше я думаю, не знаю, это послушать бы, звуки этих, птиц, этих зверей, это рык, это рык, идущий изнутри. Вау, ребята. Пребывание внутри зеркал Позырева абсолютно безопасно для здоровья. Более того, контакт с информационным потоком, который открывается в установке, способен положительно повлиять на человека. Перед началом эксперимента врачи проверяют состояние каждого хронона. Заглянуть в другое время сейчас готовится исследователь Игорь Пахин. Его помещают в камеру и с помощью датчиков контролируют состояние. В случае любого отклонения от нормы опыт немедленно будет прекращен. Через полчаса ошеломленный Игорь делится впечатлением. По его словам, он увидел свою семью, отца и мать, еще до своего рождения. Точности такими, как на их свадебной фотографии. Более того, они отдыхали на пляже в Абхазии, о чем Игорь не знает и получит подтверждение этому больше. И вот отец как раз мне виделся именно тем молодым, то есть действительно, отец молодой, там 30-летний, наверное, даже 30 лет еще не было. И вот наглядное подтверждение тому, что зеркала Гозырева не вредят человеку. По окончании эксперимента специалисты лаборатории еще раз замерили параметры Игоря Пахилова. Оказалось, что за время хронопутешествия его состояние улучшилось, словно энергия времени зарядила его новой жизненной силой. При первичном замере мы видели искажение сжатость в области головы. На данный момент голова имеет правильную ровную форму. Также в районе ног были поджатости, но на данный момент этих поджатостей нет. Это говорит о том, что идет восстановление энергоинформационного баланса в организме человека, что плодотворно сказывается как на его здоровье, так и на событийный план его жизни. Чем гармоничнее матрица, тем больше привлекаются в жизнь человека хороших событий, скажем так. Что же такое зеркала Козырева и как они работают? Это капсула из вогнутых металлических зеркал и все. Больше там ничего нет. Никаких мощных электрических или атомных установок, никаких расщепителей атомов, однако во-первых пластины изогнуты особым образом, очень важна их форма, во-вторых огромное значение имеет материал зеркал. В общих чертах это четырехслойный композитный сплав, где до микрона выверена толщина слоев и прокладок. Оказывается он экранирует особые виды энергии, в том числе энергию времени. Первым догадался, что время это энергия астрофизик Николай Козырев в середине 20 века. Наблюдая за движением звезд, он регистрировал идущие от них излучения и наткнулся на удивительный феномен. Оказалось, что от небесных тел распространяется не только отраженный свет, но и некая непонятная энергия. А затем ученому удалось зафиксировать ее не только в тех местах, где звезды были в текущий момент, но и там, куда они должны были прийти. Так он предположил, что записал информацию из будущего и понял, что прошлое и будущее во Вселенной существует одновременно. По сути дела он говорил об информационном поле, где содержится вся информация с нашей точки зрения и о будущем, и о прошлом, и о настоящем. Именно поэтому происходят вот эти приемы пророки, какие-то провидцы и так далее, которые считают информацию из будущего. Теория Козыреву не противоречит Эйнштейну, а скорее дополняет его. Русский астрофизик полагал, что гравитация есть искажение пространства, а время одна из характеристик этого. Из этих идей следовало, что исказив пространство в условиях гравитации, можно делать концентраторы времени. Они действуют наподобие параболической антенны, фокусируя время в точку, где сидит человек внутри установки. И выяснилось интересные вещи, что эта энергия времени способна концентрироваться, ее можно концентрировать, уплотнять, фокусировать, отражать. и он обнаружил, он делал много экспериментов с разными материалами, и выяснилось, что сплавы алюминия очень хорошо отражают эту энергию времени, как он называл ее. Но что самое невероятное, возможно, Николай Козырев был на нашей планете не первым, кто догадался сделать зеркала времени. Причем первооткрыватель жил тысячи, а возможно и миллионы лет назад. В тибетских Гималаях посвященные ламы знают путь к городу богов. Рядом с ним якобы расположен вход в страну Шамбалу, обитель великих учителей прошлого. Но этот вход защищают гигантские каменные зеркала времени. Их так называют на востоке. Когда профессор Эрнст Мулдашев снарядил экспедицию в поисках города богов, он считал, что зеркала времени это образное выражение. Однако достигнув указанной точки, увидел идеально симметричные горные образования. Их поверхность была словно отполирована. Маловероятно, чтобы такую сложную геометрию могла создать природа. Это такие вогнутые каменные конструкции примерно километр или примерно где-то полтора километра на полкилометра. Это огромные вогнутые конструкции, которые, как утверждают ламы, как написано в тибетских легендарных текстах, они сжимают время и концентрируют его у входа вот в шамбу, вот у этой двери в шамбу. Профессор Молдашев убедился, энергия, которую фокусируют эти гигантские зеркала времени, имеет невероятную мощность. Человек с трудом выдерживает ее. По словам исследователя, он ощутил, как вся жизнь пролетела у него перед глазами будто кинолента. Но те зеркала были специально поставлены для защиты от непрошенных гостей города богов. Зеркалами могут быть любые поверхности. В том числе и некие каменные стены определенные. Вот сейчас скажу, где. А, в Армении мы видели, нас водили такое ученые-армяне из Еревана нас водили, мы на месте силы, но мы интересным было там, где неолитическая стоянка была четыре тысячи лет до нашей эры. И я обнаружил там странные вещи. Камни, которые стоят, ну, камни увеличены вот в эту комнату. Вот. И у них вогнутая поверхность. Такое ощущение, что они обтесаны определенным образом. То есть, это явно обработанные поверхности. Причем, все стояли так, на восток. На другую сторону ущелья. Вот. Видимо, для чего-то использовались вот эти вот каменные зеркала. но, возможно, это не единственный пример высоких технологий древности. Невероятный опыт пережили участники московской экспедиции на юге России. Они исследовали дольмены. Странные каменные домики с круглыми дырами. До сих пор в науке нет единого мнения насчет их предназначений. Отдельные дольмены датируются периодом от 4 до 6 тысяч лет. Люди, которые находятся внутри них достаточно долго, начинают видеть странные вещи. Но никто из столичных исследователей не мог и предположить, чем для них обернется посещение дольменов. Такой же эффект, скажем так, попадания в другое времени или изменения состояния сознания у нас произошло в прошлом году, когда мы с нашей командой исследователей ездили в Краснодарский край изучать именно монолитные дольмены. У нас была теория, что именно монолитные дольмены это, скажем так, некие резонансные камеры, которые позволяют человеку входить в иное состояние сознания, в иное состояние времени. Исследователи, в числе которых были инженеры и физики, провели весь день, изучая эти древние мегалиты. Вернувшись в свой лагерь и обсудив впечатления прошедшего дня, они легли спать. Самое невероятное произошло именно ночью. То, что случилось с ними, они после назвали эффектом Соляриса, по аналогии со знаменитым фильмом. Точно так же, как и в фантастическом кино, к двум участникам экспедиции явились их родные, умершие много лет назад. И произошло со мной странное. Я как будто проснулся во сне, повернулся в сторону выхода и на соседней койке, которая была пустая, увидел человека, дорогого мне, который давно уже умер лет 12 назад. Причем, что самое было интересное, человек этот постарел примерно настолько, насколько вот был бы он сейчас в реальной жизни. Я в тот момент осознал, что я сплю, но тем не менее протянул руку, даже прикоснулся к этому человеку, и в итоге он исчез. Я вот принято как сон, утром просыпаюсь, смотрю, вот мой товарищ, с которым мы как раз до этого в Дальмении просидели около часа, он какой-то странный, какой-то весь такой расстроенный. И оказалось, что вот к нему ночью так же абсолютно приходил его отец, который тоже очень давно умер. Неужели участники экспедиции тоже пережили путешествие в прошлое под воздействием древней машины времени, скрытой в Дальмении? Вполне возможно, ведь структура Дальмена фактически является такой же замкнутой экранирующей камерой, как и зеркала Козырева. При этом многие Дальмены построены из песчаника с большими примесями кварца, фактически являясь природными зеркалами. Сотрудники другой московской лаборатории, которая также создала экспериментальный вариант зеркал Козырева для хронопутешествий, согласились провести для нас уникальный эксперимент. Такие исследования раньше велись только в закрытых секретных лабораториях для получения разведданных, но сегодня наша съемочная группа впервые получила возможность снять их на камеру. Двое испытуемых хрононавта одновременно находясь в зеркале Козырева должны получить информацию о древних артефактах, которые также размещены в установке. Они не видят эти предметы и не знают, что это такое. Проводится уникальный эксперимент по считыванию информации из прошлого. Мы здесь имеем два артефакта, и нас ожидают два очень замечательных человека, две девушки, которые с помощью зеркала Козырева с этих артефактов постараются считать информацию, откуда они, что, зачем и все, что удастся получить. И вот, что увидела первая исследовательница. Началось все с того, что образовался некий коридор, в конце которого я видела светлого человека, просто как светящуюся фигуру, и получилось как, знаете, как в фильмах показывают, когда идет типа «Звездные войны», гиперускорение, и все пропало. Полной как картинки, как в фильмах у меня не было, появлялись определенные видения, они пропадали. Одно из них это было как пустынные горы песочные, не остроконечные, а именно такие плавные. Видела, появилась книга, лежащая на столе, очень старая, древняя, на корке, ну, на обложке, которые были как пиктограммы какие-то, тоже потом исчезла картинка. Была картинка статуэтки, то есть статуэтки, как сидящие мужчины и женщины из камня, только они, знаете, как не высокохудожественные, а такие, как маленькие, с большими головками, такие, как бы, такое, очень древние. Елена Федосеева увидела большую светящуюся пирамиду, по которой словно стекали световые потоки. Еще до начала рассказа она призналась, что ей сложно описать увиденные образы, поскольку они очень необычны. Ничего подобного она в своей жизни не наблюдала. У меня такое ощущение, что это было до того рубежа, как произошла катастрофа, и наша цивилизация возродилась вновь. Это времена наших предков, которые жили до нашего времени, другая совсем по уровню цивилизации и по уровню развития совсем другая цивилизация. Потому что даже вот это светящиеся пирамиды, как шли лучи, как было расположено солнце, как выглядела книга с пиктограммами, с нанесенными вот этими знаками, это к нашим по ощущениям, опять же, я не историк, по ощущениям к нашему, к нашей цивилизации это не имеет никакого отношения. Вторая испытуемая Екатерина Воронкова не была удивлена тем, что наблюдала в зеркале козырева. Она думала, что образы, которые ей привиделись, не имели отношения к заданию и артефактам, но все оказалось совершенно иначе. Вначале мне показалось, что это было как бы кораблекрушение, что-то вот как будто что-то тонуло в воде, ну вот вода, как будто вода заливается и люди тонут. Ну то есть людей я самих не видела, но просто вода, то есть все, вот что-то уходит под воду и она вот как будто ты находишься под водой, вот был такой момент. А вторая картинка это рассвет и почему-то вот мне показалось, что это какое-то поклонение чему-то, какие-то костры, не знаю, может быть ритуальные костры. Это был свет в конце туннеля, силуэт человека и распадающиеся нейронные связи. Не спрашивайте меня, откуда я знаю, как выглядят распадающиеся нейронные связи, ну вот, это были распадающиеся нейронные связи. Ну и потом, видимо, цветы, видимо, не знаю, он умер, смерть какая-то произошла. Невероятно, но обе хрононавтки точно описали события, которые могли произойти в том месте, где были найдены артефакты. Они не могли даже предположить, насколько точно прочитали информацию из полей времени. Не менее были удивлены и организаторы эксперимента, вызвавшего настоящий фурор в лаборатории. Это действительно очень древний артефакт, им больше 10 тысяч лет, но это не наконечник стрелы, и это не часть какой-то утвари. Тут ваш разум сыграл с вами злую шутку, да. Но то, что вы чувствовали в установке, когда ваш разум был отключен, не было ему за что зацепиться, да, вы действительно истинную картину. Все это артефакты с места древней катастрофы, где было применено древнейшее оружие, ну, высшего разума, там, или прошлых цивилизаций, был разрушен город. То, что вы видели пустыню, там действительно сейчас пустыня, то, что видели море, там действительно после этого был потоп, вода, ну, в разные эпохи, с разным подвижком, вы как раз вот картинка за картинкой, может, с какой-то перемешкой, да, вы четко отследили этапы того места, тех времен, вы совершенно точно и правильно подключились к этому. Получается, путешествие во времени возможный, хотя бы пока дистанционно. И это уже такая же реальность, как общение по сотовому телефону с любой точкой планеты. Хотя еще полвека назад такие технологии выглядели как научная фантастика. И Россия в этих исследованиях, как обычно, занимает передовые рубежи. А вот станет ли мир лучше, получив такие знания в свои руки, покажет будущее, в которое мы с вами отправляемся уже сегодня. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А. Корректор А. Редактор субтитров Корректор А.